Это утро. Они запомнят навсегда. Село Косиха – частный двухэтажный дом, от которого ничего не осталось. По словам жильцов, возгорание произошло на улице. Огонь быстро перекинулся на здание. На момент прибытия открытым огнем горел жилой дом на дворной постройке. Баня, гараж под одной крышей. Люди эвакуировались из дома. Начальникам Карула было принято решение поднять номер ранга до 1БИС. Были привлечены дополнительные силы и средства. На пожаре работало 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Дом серьезно пострадал. Однако люди успели вовремя среагировать и остались живы. Сработали пожарные извещатели, установленные недавно. Семья эвакуировалась самостоятельно. Это единственный путь к спасению был. Потому что этот звук, он быстренько разбудил ребятишек. И муж услышал этот звук. Я поднялась, схватила ребенка. Мы спустились со второго этажа. И собрала всех детей в определенной комнате. Здесь пластиковое окно. Мы выпрыгнули быстренько из этого окна. Теперь нам практически негде жить. У соседей остановились. Очень нуждаемся в помощи. Четверо детей. Я неработающая. Имущество сгорело. В том числе и банковские карты. Сегодня семья Огошковых будет рада любой помощи. Помочь погорельцам можно переводом средств по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Кстати, в этом доме было установлено 5 приборов оповещения. И уже более 40 человек в регионе спаслись именно благодаря подобным устройствам. На данный момент на территории Косихинского района в 250 жилых домах многодетных семьях и СОП установлены пожарные извещатели. В 50 семьях установлены автономные извещатели GSM с GSM-модулем. За 6 лет извещателями оснастили порядка 6 тысяч частных жилых домов, потратив более 20 миллионов рублей с краевого бюджета. В этом году на эти цели выделили еще 7 миллионов. Юлия Щепина. День с толком.